Зовут меня Антон, в компании работаю 4 года, в основном это андроид-разработка, но где-то последние года полтора, вот, как-то вот интересно стало посмотреть в сторону ассистентов, ботов и так далее и тому подобное. И вот все, что получилось у меня и все, что накопал в направлении Dialogflow, я все вам расскажу. Опять же, цель этого доклада в основном это первый доклад из целой серии, который предвидится, это по conversational UI, но начнем мы с продукта Google. Вот, периодически я буду там ремарки вставлять по поводу Амазона, вот, если что, но доклад по Амазону, он если будет, то несколько позже. Вот, ну что, давайте начинать, все готовы? Очень хорошо. Есть вообще необходимость объяснять, что такое бот, вообще, или это уже прозрачно, понятно это все? Нету? Поднимите руку, кто не знает, что такое бот. Вот так вот, отлично. Поэтому не будем давать никаких определений, сразу перейдем к делу. Я позволил себе разделить возможные области применения этих ботов или ассистентов, мы потом поговорим, в чем разница, на четыре основных категории. Самыми первыми и самыми простейшими, в моем понимании, являются так называемые боты, которые предоставляют информацию или информитры. Что здесь имеется в виду? То есть, к примеру, вы у себя в каком-то там чат-канале или в скайпе добавили бота, который маскируется под вашего лучшего друга и при этом спамит вас регулярно какой-то информацией. Эй, чувак, смотри, вон, эфириум попал сверху, надо срочно-срочно покупать, пока еще не поздно. Эй, чувак, а ты взял вообще зонтик? Не взял? Очень печально, если ты не взял зонтик и так далее и тому подобное. То есть, опять же, какие-то новости. Если раньше вы подписывались на какие-то RSS-рассылки, то теперь вы добавляете себе якобы какого-то друга, который вас спамит какими-то информационными сообщеньками. Вот. Следующая категория, в моем понимании, это так называемые боты или сервисы, которые, ну, собственно говоря, продолжение онлайн-сервисов. То есть, к примеру, если раньше у вас или сейчас еще, там, допустим, есть OnePage Application, на котором вы можете в вебе зайти, там, по-быстрому купить себе, заказать еды, купить, там, не знаю, еще чего-то, там, билеты какие-то, по-быстрому оформить какой-то тур, то теперь, по сути, вы добавляете себе тоже в какой-то свой чатик, какого-то, не знаю, можно сказать, что это уже не ваш друг, это какой-то приятель из онлайн-центра, который по вашим каким-то запросам пытается подобрать для вас удобные билеты на какой-то поезд или заказать вам еду, ну, вот, например. Следующая вариация на использование, это, к примеру, интернет-вещей. Очень такая хайповая штука сейчас, где, например, какова роль здесь ботов может быть? Очень хорошо она согласовывается с голосовым управлением, к примеру, если у вас есть там умная колонка от Google или от Amazon, вы такие говорите «Hey, Google, could you please turn on light in my bedroom?» и сразу начинается вакханаля, потому что напряжение 127 будет, лампочки мигают, ничего не работает, все очень плохо. Ну, вот в таком вот контексте. Вот. Опять же, попытаться включить какую-то сигналку из дома, попытаться включить камеру, посмотреть, что делает, запустить там умный пылесос, который начнет размазывать грязь по полу, вот, такие вот вещи с помощью голосового управления, вот, как вариант. Ну, и обычно еще выделяют, так называемый, enterprise-направление. Почему-то люди считают, что у нас стоит особняком, хотя в моем понимании это, в общем-то, сборная солянка всех перечисленных до этого подходов и методов. Вот. В качестве примера, вот, не знаю, у нас в компании есть там инициативная группа, которая считает, сейчас мы всех менеджеров заменим ботами, менеджеры, вот эти PM, DM, все бесполезные, не нужны, сейчас мы напишем бот-систему, которая будет по всем таскам в жире собирать аналитику, писать нерадимым программистам, который в сроке не укладывается, выставлять счета клиенту, все, менеджеры, ваше время прошло. Если у вас сейчас менеджеры здесь есть, вообще, я даже не знаю вообще, да. Вот, но опять же, это только пример, в моем понимании он ничем не отличается, как просто вариация на тему сборных какой-то функциональности из предыдущих рассмотренных вариантов. Я не думаю, честно говоря, что человек будет заменен таким образом, благо есть примеры неудачных реализаций, но тем не менее. Вот. В контексте нашего с вами разговора мы с вами будем говорить о приложении, которое работает в инфраструктуре Google Assistant. То есть мы не будем с вами писать каких-то ботов для Telegram, например, или для Skype, хотя это тоже возможно, но меня, в первую очередь, интересовал Google Assistant и хотелось бы остановиться на этом чуть-чуть подетальнее. То есть для начала, что это такое? Многие, ну, можно сказать, что это яркий пример, всем он более-менее понятен. Вот берем мы Siri, то есть некая система, которая позволяет на естественном языке обрабатывать запросы пользователя, выполнять поисковые какие-то задачи, менять какие-то данные пользователя, например, там добавлять какие-то события в календарь, там кому-то звонить, управлять контактами и так далее и тому подобное. Но в отличие от, допустим, Siri или чего-то такого подобного, Google Assistant он расширяемый. Так же самое, как, например, вот ремакочка небольшая, там Amazon Alexa. То есть, к примеру, если вы говорите с роботом и пытаетесь задать ему какую-то задачу, которую он обработать не может, функциональность этого робота может быть расширена путем добавления приложения, которое способно выполнить эту задачу. Приложение называется в контексте Google Assistant Action. Вот. Небольшая ремарка еще в Amazon, они называются Skills, соответственно. То есть, к примеру, если вы говорите с вашей умной колонкой, я хочу там заказать себе пиццу, а Google Assistant не умеет заказывать пиццу, он пытается найти приложение, которое позволяет заказать пиццу. Если он такое приложение найдет, он передаст ему управление. То есть, с одной стороны, приложения, которые работают в рамках Google Assistant, они как бы являются ботами, но они не те боты, о которых мы можем подумать, когда мы говорим о каких-то мессенджерах. То есть, мы общаемся всегда с роботами, и если главный робот не знает, что ему делать, он попытается попросить помощи у другого робота. То есть, вы всегда общаетесь с роботами. У вас нет… вы не можете чатиться с людьми, вы не можете чатиться с роботами. Вы можете просто задавать им какие-то вопросы, какие-то запросы, и если он не может на них ответить, он попытается подключить какой-то дополнительный модуль. В этом, в моем понимании, основное отличие между ассистентами и ботами, потому что нет чата. Нет чата, куда вы добавляете какого-то дружаню своего. Вместо этого у вас есть экосистема, которая способна обрабатывать сходу ваши запросы. Если она не способна это сделать, она попытается это сделать в помощью дополнительного приложения. Соткого и имеется. Вот. Начало… опять же, немножко затронем историю. Начало все в далеком 2011 году, вот, в тот момент, когда Apple анонсировала свои Siri, Google решил, воу, мы, в общем-то, тоже что-то можем, и сказал, а давайте мы сделаем голосовой поиск. Добавили такую экранку с микрофоном, где теперь вместо того, чтобы руками набирать поисковый запрос, вы просто-напросто с помощью голоса набирали, говорили, что вам надо, включался механизм voice-to-text, а дальше все работало как обычно. Вот. В 2012 году Google подумал, что это совсем не круто, надо бы, надо бы больше вызовов сделать, и выпустил платформу или программу, она называлась Google Now. В общем-то, это, по большому счету, такой же самый голосовой поиск, только помимо этого еще добавили возможность, чтобы пользователь мог таки управлять своими какими-то данными, контентом, календарями и так далее и тому подобное. То есть система, по сути, знала о моих мероприятиях, могла меня уведомить, я мог с ней пообщаться и отменить какие-то мероприятия, спамила меня какими-то новостями, то есть как-то так это все было. Вот. Ну, я в 2016 году Google анонсировал две своих, не знаю, два своих основных продукта. Один это Google Home, не знаю, ответ это был на Amazon Alexa или нет, или это их своя параллельная разработка, врать не буду. И продукт под названием Allo. И в том, и в другом случае их роднила платформа Google Assistant, потому что она находилась на борту как умной колонки, так и внутри приложения Allo. Что это позволяло? Это позволяло выполнять с помощью естественного языка какие-то запросы на обработку данных или на поиск данных. И если невозможно было это обработать, система была расширяема. То есть вы могли поставить дополнительное приложение, которое бы с помощью вашей умной колонки могло бы управлять светом, потому что изначально оно этого делать не умеет. Надо поставить аппликуху, которая будет это выполнять. А в 2017 году Google по сути анонсировал, что теперь Google Assistant будет интегрирован с версией Android 8.0 и выше, и теперь будет являться частью операционной системы. Вроде они обещают, что она будет интегрирована еще глубже в следующей версии, но насколько, что и как, я, честно говоря, не буду пока загадывать, там много слухов непонятно. Вот, то есть вот что нам интересно. То есть для нас интересен Google Assistant в первую очередь. Это инфраструктура, которая позволяет на естественном языке выполнять какие-то, обрабатывать какие-то запросы клиентские, и которая в отличие от, например, я не знаю, в Siri, по-моему, нет возможности расширять ее функциональность путем добавления других приложений. А здесь и у Амазона такая возможность есть. Приложение называется Action. Вот. Для того, чтобы создать ваше первое Action-приложение для Google Assistant, в общем-то, много действий не надо делать. Надо просто перейти в консоль разработчика, нажав по вот этой кнопке, ввести, ну ладно, нажать еще по вот этому плюсику, вот, после чего ввести название вашего будущего ассистента или бота и выбрать локацию. С локацией тоже все так интересно может быть. Во-первых, опять же, когда вы создадите вашего ассистента, то данные с указанной локацией, они подтянутся в описание ассистента, то есть по умолчанию там как раз будет использована та локализация, которую вы указали, то распространение, где он будет доступен, где вы указали. Но есть еще одна фича недокументированная, и я ее проверил, но, опять же, каких-то документов я не смог найти. Все это на уровне слухов идет, и может, это уже неправдиво, но я все равно с вами поделюсь, мир на слухах держится. В чем здесь фокус? Фокус в том, что раньше, по крайней мере, если вы делаете Hello World'ы какие-то под Google Ассистент, или какие-то приложения по умолчанию, у вас есть лимит. Лимит равен 10 приложениям. Больше 10 приложений вы сделать не сможете. Как только вы этот лимит превысите, вам необходимо будет у Google сделать запрос «Эй, Google, дай мне еще сделать сколько-то приложений» и объяснить, зачем, например. У меня такое было, 10 Hello World'ов закончилось, пишешь в службу поддержки, «Расширьте мне, дайте мне еще 50 версий, потому что я там студент, например». Они там расширяют тебе до 3 или до 4, как они захотят. Так вот эта цифра 3, 4, 5, 10, она якобы зависит от той локализации, где вы находитесь и какую вы чаще всего указывали. И ходят слухи, что вроде для Штатов, для Канады, для Англии, там побольше цифры, для Индии, например, или для Украины поменьше. Но это все я не проверял, честно говоря, я не занимался такими исследованиями. Вот. Давайте попробуем теперь на примере сделать то же самое, что на картинках, собственно говоря. При этом я переключусь. Вот. Всем нормально видно, хоть отлично. Опять же, переходим в консольку. Вот. Просьба сильно не смеяться с этих приложений, которые Hello World'ы мои первые. Я к ним испытываю теплые чувства, поэтому их не удаляю, но названия там могут быть смешные. То есть, опять же, вводим название. Тест. Это не у меня было. Пусть будет такое, например. И создаем проект. Ждем. Ожидайте. Ваш звонок очень важен для нас. Если у вас не работает интернет, нажмите 1. Если вы перезагрузили роутер, вам не помогло, нажмите 2. Так, что мы сходу здесь сразу видим? Во-первых, мы видим возможности, которые позволяют нам написать наше приложение, наш экшен, так называемый. Есть три возможности. Я вам расскажу пока только про две из них. Это экшен с SDK и Dialogflow. Пока поверхностно про каждый из них. То есть, в чем фокус заключается? Фокус заключается в том, что когда вы пишете ваше приложение, вам необходимо развернуть где-то на каком-то облаке какую-то логику, которая будет обрабатывать пользовательские запросы и давать, соответственно, какие-то ответы. Все общение между ассистентом и тем, что находится в облаке, назовем это так, бэкэнд, условно, происходит под так называемый Conversation Protocol. Это открытый протокол, где в открытом виде написано, в каком формате JSON должны приходить вам в запросах, в каком формате JSON вы должны отдавать наружу. У вас есть несколько вариантов для того, чтобы вы могли написать приложение. Допустим, вы пишете его руками. Вы либо используете экшен с SDK, по сути, это JavaScript-библиотека или JavaScript-SDK, которая упрощает вам парсинг этих JSON, то есть не с того, чтобы все это распарсивать руками. Там на высоком уровне вы обращаетесь к полям, к каким-то получаете доступ к данным, к которым вам пришли, формируете респонсы и так далее и тому подобное. Если вы настоящий альфа-самец, вы можете, опять же, проанализировать Conversation Protocol и на любом другом языке, который вам нравится, сделать SDK. Например, я, например, на просторах интернета находил реализацию по Java. Какой-то парень из Польши сделал. В общем-то, даже, наверное, неплохо получилось. Не знаю, полностью ли он покрыл весь функционал, но, тем не менее, такой прецедент есть. Я уверен, есть и для других языков. То есть ничего такого нет. Но есть недостаток в этом всем. Недостаток, главное, заключается в том, что вам придется руками реализовать возможность обработки запроса пользы, для которой написано на естественном языке. То есть в чем, опять же, разница между ассистентом и простым ботом? Простой бот — это приложение, которое, если вы хотите сделать то-то, нажмите 1. Если вы хотите сделать то-то, нажмите 2. А если это, то нажмите 3. В отличие от запроса на естественном языке, я могу сказать любой бред. Например, «Слушай, чувак, я хочу пиццу, очень хочу, чтобы было там вот это, и привези мне ее сюда, пожалуйста, к 12 часам». Эту фразу надо как-то распарсить. Надо эту ерунду, которую я сказал, превратить в запрос, что я хочу заказать что-то, хочу заказать пиццу, хочу заказать туда-то и к такому-то времени. Это, в общем-то, очень нетривиальная задача из области Natural Language Processing. И вам либо самим придется это сделать здесь, потому что обработки естественного языка здесь нет. Либо подключить какой-то сторонний сервис, благо их там хватает, например, там в интернете, задача которых распарсить вашу строчку, взять из нее какие-то данные, и как-то вы с ними будете работать. Вот. Либо, либо вы можете использовать для этого, для всего Dialoflow, потому что, по сути, это высокоуровневая еще прослойка над Actions SDK, которая берет на себя как раз задачи, связанные с NLP, связанные с попытками придти, чего пользователь хочет, с запросами на естественном языке, и попытаться как-то на это отреагировать. То есть, опять же, выбор за вами. Либо делаете все руками, либо подключаете какую-то библиотеку, которая будет за вас обрабатывать те запросы пользователя, либо делаете, нажмите один, если хотите что-то сделать, и вы подключаете, например, Dialoflow, который позволяет вам из коробки обрабатывать запросы на естественном языке. Вот. Но здесь для нас еще интересен вот этот вот момент. Вот если мы сюда клацнем, вот, то мы перейдем в настройки вашего приложения. По сути, это те данные, которые вы должны заполнить перед релизом вашего приложения, для того, чтобы в маркете можно было его найти, посмотреть картинки, как оно выглядит, почитать описание, проверить доступность в вашем регионе и т.д. и т.п. И здесь, на самом деле, есть один очень важный момент. Сейчас один момент, я попробую его открыть. Смотрите. То есть, во-первых, вы тут можете выбрать, каким голосом ваш ассистент будет говорить. Там, мужским, женским, там, есть разные тембры, но это не так важно, честно говоря, как важно вот это. Вот здесь вы должны указать, как надо обращаться к вашему приложению. То есть, вот, тут доктор музыка, отлично. Там, я хочу поговорить с доктором музыка, и приложение доктор музыка запустится и попытается как-то вам помочь. Если вы сюда не зайдете, потому что вы думаете, то подождите, я эти данные запомню, когда буду релизиться. Мне это сейчас не надо. То тогда будет использовано название по умолчанию, которое называется TestUp. И начинаются интересные вещи. Вы создали ваш первый Hello World, например, он называется TestUp, вы сюда не зашли, у вас все как-то работает. Вы такие, hey Google, let's talk to my TestUp, все замечательно, все классно, отлично. А потом, как ни в чем бывало, решили создать другого ассистента, и вы приходите в его консоль разработчика, вы приходите в его симулятор и говорите, а там тоже написано, ваше приложение называется ToktoTestUp. Вы такой, ну прекрасно, я же где нахожусь? Нахожусь вот здесь, вот отлично. То есть, я же не нахожусь, например, там, в этом самом, в Асе Темпе каком-нибудь, или еще где-то. Я нахожусь вот здесь, я ожидаю, что ToktoMaiTestUp, это к этому приложению имеется в виду. Но не тут-то было, потому что система определит по названию первый попавшийся, а первый попавшийся это ваш самый первый, и вы всегда будете говорить с вашим первым приложением. И не знаю, как у вас, у меня сразу мысли такие, наверное, это ограничение, какой-то бесплатной версии, наверное, надо заплатить, наверное, у пользователя есть возможность только с одним работать. Сразу я начинаю создавать кучу каких-то левых пользователей под ними работать. На самом деле проблема решается очень просто. Указывайте название вашего приложения, говорите с вашим приложением в симуляторе, и все будет чудесным образом работать. Пожалуйста, не наступайте на мои грабли, пожалуйста, называйте ваше приложение сразу, чтобы не было потом и такой ерунды, как была у меня. Вот. Для дальнейшей работы я создал тут заготовочку. Вот, если мы сюда перейдем, в эту заготовочку, то в настройках будет видно... Ой, не то нажал. Это не считается, вы это не видели. Так... По-моему... По-моему, все-таки App Information Edit и... Контакт Дитна, это мои. И приложение наше будет называться Booking Health. То есть, когда мы будем говорить Let's talk to a Booking Health, наше приложение будет запускаться. Если этого не сделать, тут будет Test App и все будет, как я вам описал. Вот. Теперь давайте поговорим немного о Dialogflow. Я перейду в презентацию и переключусь. Опять же, немножко истории. В 2010 году, когда компания Apple выпускает Siri, она говорит, вот оно будущее, вот ассистент, на естественном языке запросы, делает все, что вы хотите, в основном говорить ничего не понимая, но не важно. И сразу куча компаний таких мелких и не очень взбудораживались и такие, вау, так это же будущее, это идея на миллионы. Давайте мы тоже что-то будем сделать. В частности, одна из компаний SpeakItOut, SpeakToIt, сори, я всегда называю их неправильно, вот, говорит, ну да, отлично, мы будем тоже сделать такого ассистента, пусть он, условно говоря, называется Васи, я не буду врать, не знаю, как он называется. Вот, у нас будет ассистент Васи, и в отличие от вашего Siri, оно будет работать и на Android, и на Windows, и в Web, и вообще где вы захотите, и все будет хорошо, мы вам это обещаем. На естественном языке будет запрос обрабатывать, все будет классно, все замечательно. Ну, сказано, сделано, в 2014 году компания выпускает фреймворк или инструмент, который позволяет писать приложение под этот ассистент, который называется Вася. Вот, что позволяет делать этот фреймворк, который называется API.EI? Он позволяет обрабатывать, опять же, запросы на естественном языке, что понятно, пытается и получает данные из ваших запросов, пытается их замаппить на какие-то запросы к бэкэнду, пытается определить, что вы вообще хотите, пытается сформировать ответ, интегрируется с Вася, и интегрируется с еще остальными чатами. Все, вот она мечта, все отлично, все замечательно. В 2016 году, когда Google анонсировал свои продукты, связанные с ассистентами, он подумал, вообще-то неплохо, вообще-то что у нас, Action.CDK, это пользователи должны руками обрабатывать естественный язык, никуда не годится, давайте что-то свое сделаем или купим кого-то. Я не знаю, как они, наверное, так они и решили, все-таки решили компанию купить одну из вот этих, например, вот эту, сказали, все, API.EI теперь наша, теперь-то наш продукт, и в 2017 году еще и переименовали его в Dialogflow. Так что теперь у нас есть Dialogflow, бывший API.EI, бывшей компанией SpeakToIt, которая позволяет вам писать приложения или ассистенты, или боты, основной особенностью которых из коробки способность обрабатывать естественный язык. И надо понимать, что это изначально разрабатывался как отдельный продукт, и по сути он отдельным продуктом и является. Вы не должны себя обманывать, что если из консольки Google Ассистента вы сразу видите Dialogflow, то он жестко привязан к Google Ассистенту. Это не так. Вы спокойно можете сделать Dialogflow приложение, связать его с любым другим типом чатов. С Facebook, с Amazon Alexa тоже можно. В общем, там широкая такая интеграция идет. То есть, по сути, вы должны понимать, что это автономный продукт, который позволяет вам писать ботов, которые способны обрабатывать естественный язык, а помимо ботов еще и ассистентов, которые крутятся в контексте Google Ассистента. То есть, у него двоякая такая функция. По большому счету, давайте еще детальнее посмотрим, как все это взаимодействует, если мы говорим Google Ассистент и плюс Dialogflow. На самом верху у нас будет находиться Google Ассистент, задача которого в первую очередь сформировать запрос, который будет обработан. В случае, если запрос был оформлен в виде текста, тут вопросов нет. Все хорошо, текст получили, передали в Dialogflow, дальше пусть сам себе работает. Если же вы выбрали голосовой ввод, неважно, либо в Google Ассистенте вы нажали по микрофончику, либо у вас есть умная колонка, которая на борту содержит Google Ассистент, и вы с ней поговорили, включается модуль Voice Text сначала, переводится ваш голос в текстовый запрос, а дальше все по старинке. Опять включается Dialogflow. Когда респонс сформирован, все происходит в обратную сторону. Если поддерживается голосовая конверсация, происходит перевод текста в голос, и колонка вам отвечает. Если у вас Google Ассистент, и вы там поставили птичку отвечать голосом, Google Ассистент тоже ответит голосом, ну и еще и текст вам тоже, соответственно, покажет. То есть, наверху у нас Google Ассистент, задача которого переводить голос в текст, если текст отправлять. Посредине у нас Dialogflow, задача которого по запросу на естественном языке понимать, что вы вообще хотите. А дальше у нас все по старинке на самом-то деле. Никаких фокусов нету, и чудес тоже нету. И терминатора, который захватит планету, тоже нету. Все, что сделал, например, Dialogflow для нас, это упростил процесс заполнения формы какой-то покупки и нажал за нас кнопочку Submit. То есть, если раньше я хотел заказать пиццу, я заходил на OnePage Application какой-то, заполнял какие-то данные, нажимал кнопочку Submit. Теперь я этого не делаю. Теперь я голосом говорю то, что я хочу. Система, по сути, сама заполняет за меня форму покупки и сама нажимает кнопочку Submit. А дальше все, как раньше и было. Ничего не поменялось. То есть, вы такие, «Эй, мама, смотри, я могу без рук пиццу заказать», но это все, что вы можете. То есть, надо понимать, что чудес нету. Есть очень классная, удобная штука, но не надо наделять его какими-то божественными свойствами. Для вас, если вы бэкэнд-разработчик, ничего не поменяется. Если вы там хотите делать ассистентов, для вас поменяется все в лучшую сторону, потому что Dialogflow позволяет это, в общем-то, быстро из коробки делать, но он такой не один. Тоже ремарка, тоже не надо говорить, обожествлять его. Есть аналоги, которые работают и работают не хуже. Вот. Я думаю, что мы практику здесь пропустим. Здесь несложно. Нажать по кнопочке Build, перейти на экран, указать имя и нажать по кнопочке Create. То есть, вы создали таким образом ваш Dialogflow проект, который подвязался к Google Ассистенту. Теперь задача Dialogflow проекта обрабатывать запросы пользователя, понимать вообще, что пользователь хочет, извлекать из этих запросов какие-то данные, которые должны быть обработаны, формировать запрос на ваш бэкэнд, отправлять запрос, получать ответ и формировать ответ, соответственно, в чат-систему какую-то. То есть, что делает Dialogflow, мы вроде разобрались. Теперь давайте посмотрим, как теоретически это должно работать. Для того, чтобы это заработало, используется несколько концептов или компонентов. Не знаю, как лучше слово подобрать. Начнем мы с интентов. Вообще, сейчас будет, конечно, очень много текста, очень много разговоров. По-хорошему я должен пошутить, для того, чтобы вас будоражить. Но шутку я не придумал. Тем более, жена сказала, не надо шутить, ты не умеешь этого делать. Вот, поэтому слушайте и напрягайтесь. Начнем мы с интентов. Есть Android-разработчики в зале? Плохо, потому что интенты здесь немного отличаются от понимания интентов в Android, очень легко запутаться. Под интентом здесь лучше подразумевать некий контейнер, задача которого активироваться в случае, если придет фраза, на которую он настроен. То есть, это контейнер, который включается, если фраза пришла. Но это еще не все. Он из этой полученной фразы попытается изъять какие-то параметры, то есть, отсеять мусор. Например, хочу купить пиццу. Все это мусор, кроме одного слова. Пиццу. Все остальное не важно. То есть, он излечет пиццу, сформирует запрос и отошлет этот запрос куда-то. То есть, это все задача интента. Он должен активироваться и обработать ваш запрос. Активироваться он может двумя способами. Либо по кодовой фразе хочу купить пиццу, либо программно с помощью ивента, так называемого. То есть, вы можете подцепить к вашему интенту ивент и по названию ивента вызвать ваш интент. Вау! Вы такие, что? Зачем? А вот зачем. Когда вы говорите «Я хочу поговорить с доктором музыка», кто запустит ваш доктор музыка? Никто, кроме самого Google Ассистента, кроме самой платформы. А как она это сделает? Она не может передать ему кодовую фразу или еще чего-то. Она вызовет его первый стартовый интент по названию этого ивента. То есть, есть дефолтовый ивент, который называется Start Intent, например. И он будет вызван. Это как точка входа вашего приложения. Это как Intent Filter Main. Это как Main функция. То есть, неважно, это точка входа может быть. Вот пример, для чего вам нужны ивенты, например. Сущности. О, сущности — это вообще интересная тема. По сути, по сути, это тип данных. Это тип данных, значения которого могут быть в вашем запросе. То есть, к примеру, если я хочу чего-то купить, например, я хочу купить продукты. Продукты могут быть, например, там пицца, помидоры, еще чего-то там. Так вот, продукт — это тип данных. Его возможные значения — это пицца, помидоры, молоко. Лучше это вместе не смешивать. Вот. По сути, это как Enam, это перечислимый тип данных, например. Но можно определить тип данных не просто перечисляя все его возможные значения, а также все его возможные... забыл слово. Когда у слова есть еще... А, синонимы. Вот, да, правильно. Но вы можете сделать сложно композируемые типы данных. По сути, у вас будут поля другого типа. Я бы больше это назвал в старом добром Паскале. Есть такая штука, structure называется. Вот тип данных structure. Вот это тоже так можно сделать intent, господи entity. Но не важно. Для нас важно, что entity — это по сути тип данных. Тип данных, значение которого должны находиться в нашем запросе, которые мы должны извлечь и которые мы хотим куда-то передать. Actions и параметр. и параметр. По сути, по сути, когда intent извлек, активировался, извлек нужные нам значения, определил, какого они типа. Дальше он хочет кому-то передать это на обработку. Так вот, удаленная функция, которую будет обрабатывать, удаленный метод, который где-то развернут, называется action. А те значения, которые метод принимает у себя в качестве аргумента, называются параметры. Вот, собственно говоря, и все. То есть, для того, чтобы вы это где-то на стороне обработали, вам необходимо дернуть action, которого название вы знаете, и передать ему параметры, которые вы до этого из акварии свои получили. Контекст. Это тоже интересная штука. Тут лучше как-то на примере показывать. То есть, например, представим, что мы с вами сейчас говорим о Достоевском. Захаркожий, например, если честно. Вот, говорим мы с вами о Достоевском, обсуждаем его творчество, как у него там все было по жизни. А потом я спрашиваю, а жена когда родилась? То вы будете человеком способны удерживать в голове контекст. Вы понимаете, что когда я говорю, когда жена родилась, я не про вашу жену спрашиваю, не про жену вашего друга, а спрашиваю про жену Достоевского. Ну, и для вас это понятно, потому что вы в контексте этого разговора. Есть у меня знакомый, у которого время жизни контекста равно нулю. Тоже так интересно получается. Вот если бы я у него спросил, а жена когда родилась, он бы спросил, чья? То есть, для него не важно, что мы говорим о Достоевском. Абсолютно. То есть, чувак обнуляет контекст. Ответы. Ответы и фулфилмент это все и легко, и сложно. Сейчас объясню почему. Оказалось бы, что может быть проще, чем ответ? Ну, все понятно. Допустим, получили мы какие-то данные, обработали, сформировали ответ. Ответ может быть нескольких типов. Например, там простой текст. С ним все предельно понятно. Простой текст, он и есть простой текст. Он классно конвертируется в голос, классно показывается, проблем нет. Помимо прочего, Actions SDK поддерживает расширенные форматы ответа. Например, текст с подсказками, назовем это так. Вообще, по-английски это Ask which suggestions. То есть, к примеру, я хочу купить пиццу. А мне он говорит, а с чем ты хочешь купить пиццу? С помидорами, с салями, томаты, еще чего-то выбери. Выбери из указанных подсказок, что ты хочешь. Это так называемый ответ с подсказками. С ним все, в общем-то, неплохо. По той простой причине, что подсказки, они будут работать у вас практически в любом мессенджере. Выглядеть будут иначе. Например, в Google Ассистенте они будут выглядеть по одному. К примеру, если ваш ассистент превращается в бота в Телеграме, то они там будут выглядеть, по-моему, там, нажми 1, 2, 3, в зависимости от того, что ты там выбираешь. Врать не буду. Но фишка в том, что будет работать. Есть другие расширенные варианты респонза. Например, списки. К примеру, если вы хотите показать, я там дальше, например, покажу какие-то сложные данные, там, фотографии, адреса, еще чего-то, вы попытаетесь прикрутить список. И тут надо быть очень внимательным. Оно будет классно выглядеть в вашем Google Ассистенте, но когда вы попытаетесь интегрироваться, например, ну, не знаю, пусть будет Skype, вы можете удивиться. Потому что Skype, например, не сможет отобразить этот формат данных. Ну, вот, не получается у него. А если там еще какой-то более, смска, например, то в жизни оно не отобразит. И точно так же самое есть еще один тип данных, еще один тип респонса, называется он карусель. Разница только в том, что вы горизонтально скроллили, там у вас карточки, в карточке может быть сложный контент, там, опять же, фотографии, карты, вы по ним тыться, и теперь хоть и другие приложения, идеально выглядит на Google Ассистенте. Пытайтесь перенести в другую чат-платформу, а оно не будет работать, потому что не поддерживает. Просчитались вот. Но это еще полбеды. А если еще у вас эта самая колонка где-то стоит, и вы думаете, что сейчас вы будете с ней взаимодействовать, вы уже все есть, вы уже все сделали, а как Google колонка вам покажет? Список никак. Даже Suggestion сена вам не покажет. Поэтому это очень просто, респонсы, и это очень сложно, потому что сделать какое-то универсальное взаимодействие, которое было бы и голосовое, и при этом UI-ное, это нетривиальная задача, откровенно говоря. И хотя для колонки, например, вы там еще можете определить, поддерживается ли там Surface, то есть можно ли показывать, или там только Voice, то там еще можно вывести как-то текст, как-то и можно изгаляться. Вот. Fulfillment. Это опять же и легко, и сложно. Почему легко? Ну, потому что это надо понимать, как опять же, какой-то бэкэнд, для которого ничего не поменялось. Опять же, приходят запросы, обработали, бизнес-логика, в базу полезли, что-то куда-то записали, отдали, все красота, ничего нового для нас, как для бэкэнда разработчиков, например. Почему сложно? Потому что приложение должно взаимодействовать с Google Ассистентом по протоколу Conversation Protocol. Conversation Protocol либо вы руками парсите, либо вы используете аж один возможный язык программирования JavaScript, под который есть SDK. Вот. Поэтому это и хорошо, и плохо, то есть надо выбирать. Вот. Опять же, фух, я рад, что вы это выдержали, было много текста, было много какой-то абстракции. Теперь мы попробуем это все на практике проверить. Вот. Может, оно вам тогда понять непросто будет. Если что-то будет не работать, ну, вы же понимаете, да? Если будет работать, тоже понимаете. Я не знаю вообще, как оно работает. Вот. Вот. Ну, попробуем. Да. Что мы здесь видим в нашем пустом проекте? Сразу мы здесь видим два дефолтовых интента. Первый дефолтовый интент это так называемый Default Welcome Intent. Залезем сюда и посмотрим, что у нас здесь происходит. Ух ты! Неожиданно мы видим Event Welcome. То есть, по сути, по сути, этот Event Welcome необходим Google, необходимость Actions on Google для того, чтобы был произведен запуск вашего приложения. Запуск вашего приложения происходит программно по ивенту. По этому ивенту запускается ваш дефолтный интент, который ничего не принимает, никаких фраз, и все, что вам говорится, например, вот эти вот захаркоженные варианты ответа Hi, Hello, Good Day и тому подобное. В случае, если вы говорите то, чего система обработать не может, тогда запускается Default Fallback Intent. Его задача по большому счету сказать, что я ни черта не понимаю. Ой. Вот. Тут, видите, много вариантов ответа. Аж 12 раз можно сказать, что я ни черта не понимаю. Давайте попробуем теперь посмотреть, как это все выглядит у нас вживую. Перейдем в наш симулятор. Вот. Окей, let's get the test version of Booking Healthy. Вуаля. Hi. Система запустилась, сработал наш Welcome Intent, запустился наш первый Intent, показалась фраза, которую мы указали в респонсе. Никаких чудес не произошло. Мы такие пишем ему Hello, а оно нам говорит такое Sorry, can you say that again? Ничего не знаю. Мы опять ему Hello. Sorry, could you say that again? То есть оно рандомно выбирает одну из тех фраз, которые мы ему указали. И тут есть один важный момент. Предположим, это будет длиться вечно. Предположим, пользователь неадекватен. Что произойдет тогда? То есть мы открыли наш Google Ассистент, мы передали управление в это приложение, пользователь неадекватен, мы застряли. Мы не можем вернуть управление, получается, в Google Ассистент. Мы не можем вернуть управление в колонку. Надо что-то сделать. И там на самом деле стоит счетчик, который по умолчанию равен трем. Если вы три раза ошибетесь, прервется работа вашего приложения, управление будет передано в Actions on Google. Например, не важно, что мы тут напишем. Sorry, I can't help. Все, не могу помочь. Иди, становись адекватным или я становлюсь умнее. Мы еще подумаем, кто тут. Кто тут, что тут. Что для нас с вами тут интересно? Во-первых, в этом симуляторе очень интересно увидеть вот эту штуку. Вот здесь вы видите, как приходят ответы, как приходят ваши запросы. Это и есть так называемый Conversation Protocol. Вот это простыня из JSON, в которой мы видим, что данные там из клавиатуры вводились, тип у них текстовый. Вот чего я ввел, как по-моему, да, вот он в лэп какой-то непонятный. Вот для того, чтобы ваш бэкэнд, какая-то логика работала, вам необходимо эту простыню распарсить, понять вообще, что я сказал, как я сказал и думать. Вот. И, соответственно, ответить вы мне тоже должны не о быках, а вот в таком вот формате. То есть, это тоже пример, как используется Conversation Protocol. Но, как я говорил, вы же не обязательно хотите писать ассистента под Actions on Google, вы хотите писать ботов под Telegram. А что тогда вы будете делать? Как вы будете отлаживаться? Вы будете запускать симулятор, а потом отключать поддержку Google Ассистента? Ну, можно, я так делал. Вот. Но можно перейти сюда, нажать кнопку Dismiss, потому что это вы все тоже не видели, и ввести ту же самую фразу. Например, там что? Вот. Точно так же самое. Мы видим мой запрос, мы видим ответ, мы видим, какой intent сработал, default fallback intent сработал. Мы можем посмотреть, что пришло в ответ. Решел в ответ вот такой вот же сон. Тоже может быть полезно для того, чтобы отладиться. Ну, что ж, рискнем, попробуем сделать его чуть умнее, создадим наш первый интент, который будет с нами здороваться. Вот. Указываем название интента, пусть будет first intent. Указываем ему фразы, по которым он будет активироваться, например, hi, hello, holana, ну, близко. Вот. И чем больше таких фраз, тем больше вероятность того, что ваш интент будет правильно активирован. То есть фраз должно быть много для того, чтобы система обучения запустилась, для того, чтобы она перестроила машину в состоянии, потому что можно считать, что интенты – это некие состояния, переход между интентами – это ваши кодовые фразы. Для того, чтобы машина в состоянии могла адекватно переходить между ними, должен запуститься процесс тренинга. Чем больше фраз, тем лучше, тем точнее, тем аккуратнее. что и дальше. Вот, все, ввели мы активационные фразы, добавим теперь респонси какой-нибудь, опять же, захаркоженный, прямо отсюда, никаких бэкендов у нас еще нету, все, больше у нас нет ничего. Сохраняем. Вот. И без каких-то редеплоев, еще чего-то. А, ну, да, придется поговорить с ним опять. Sure, here's the test version of booking healthy. Good day. Hi. Все, то есть, сработал наш интент, который обработал запрос, first intent, он активировался по фразе hola, нашел вариант ответа, у него h1, сказал он hi. Все, красота. Смотрим, опять же, здесь, что произойдет. Смотрим, что активировался наш first intent, ответочка пришла hi, смотрим в JSON, какие данные нам пришли. Собственно говоря, hi нам и пришел, который мы здесь и указали. Вот он. Ну, ничего интересного, если честно. Вот. Все вроде бы прозрачно, все просто. Вопросы, ответы. Давайте добавим теперь entity, которая нам позволит расширить нашу функциональность. Вот этот мусор мы поудаляем отсюда. Вот. Это тоже удалим, но не надо, сохранимся. Давайте добавим наш первое entity. Пускай, для примера, мы будем, животных обрабатывать. Вот. Вот у нас будет тип данных animal, который может содержать следующее значение. Пусть будет cat, например, и пусть синоним у него будет, ну, не знаю, кирей. Вот. И пусть у нас будет собака. И синоним у него будет, там, щенок. Надеюсь, англичане мои не смотрят, которые меня учат английскому, потому что я могу очепятываться очень легко. Вот. Папе. А что, очепятался? Ё-моё! Вы этого ничего не видели, я ничего не делал. Так. Ура! Коллективный разум. Я всегда в него верил. Так. Создали интент, ой, создали энтити. Теперь попытаемся добавить его в наш интент. Что мы делаем? Видим кодовые фразы и говорим, у меня есть там, не знаю, папи, наверное. теперь хоть не отпечатался. Очень хорошо. Что произошло? Какая магия здесь произошла? Запустился модуль NLP, задача которого была распарсить нашу фразу и сказать, эй, приятель, а ведь это не просто у тебя мусорный текст, у тебя второе слово, это на секундочку, переменная по типу Animal, значение которого сейчас равно папе. Вот так-то. А теперь мы еще говорим, я люблю котов, например. То же самое произошло. Тоже распарсилась наша фраза и сказали, ух ты, да. Если будет cats, я думаю, что работать не будет. Я думаю, что необходимо указать одну секундочку. Еще раз. Я уверен, что, ну давайте посмотрим. Почему бы и нет? О боже! Оно умнее, чем я думал. Отлично. Ну, судя по тому, как оно работает, вы такие правы. И так, если оно работает, я не знаю вообще, как оно работает. Если оно не работает, я тоже не знаю, как оно работает. Поэтому, вот. Отлично. Все, распарсили, извлекли тип данных Animal, получили его значение. Все замечательно. Смотрим мы сюда в параметры. Что мы здесь видим? Мы видим, что потенциально в запрос, который может это обрабатывать, может принимать параметр по типу Animal. Опять же, сейчас для нас важно только то, что мы по всем фразам, которые мы вводим, можем сгребать все типы данных, которые мы указали. И эти типы данных потенциально могут быть аргументами того метода, который будет потом это обрабатывать. Вот что для нас важно. Что для нас еще важно? Давайте, во-первых, проверим, работает оно или нет. Это тоже, между прочим, хороший вопрос. И дальше мы через знак доллара попытаемся обратиться к тому, что мы там распарсили. Сохранимся. И скажем, I also like a cat. Замечательно. То есть, в респонсе мы получили доступ к тому аргументу, который мы распарсили и его здесь вывели. Опять же, мы вывели тип данных. Мы можем получить не просто тип данных, а его конкретное значение. Origin Z. I also like a cat. Все, замечательно. То есть, в первом случае мы взяли тип. Ну, вот так. Вот, потому что вот здесь вот написано E. Да. Итак, что для нас здесь важно? Для нас важно, что мы можем в нашем респонсе получить доступ к типу данных, которые мы ввели, к значению его. Это, в общем-то, неплохо. Есть еще один момент. Предположим, на самом деле, фокус вот в чем. Что здесь произошло? Здесь распарсили нашу строчку и сказали, вот этот текст, это, как мы уже говорили, тип по типу Animal, а вот это, это ничего себе. Это не просто четыре разных каких-то непонятных слова. Это, между прочим, значения по типу SysDate. И таких значений по типу Sys, их там хватает. Для даты, для штатов, для музыки, для композиторов. То есть, вам не надо, например, для адресов в том числе, вам, например, не надо все эти типы данных, которые вам могут понадобиться, объявлять в своих entities, потому что для вас уже сделали, провели огромный объем работы и есть встроенные типы данных. Вот. И что мы видим здесь? Поскольку у нас появился новый аргумент, он был добавлен, соответственно, сюда. То есть, система определила, что из всех-всех запросов, которые могут быть, можно извлечь вот такие вот типы данных. И такие аргументы будут по типу Animal, по типу DAT. И давайте мы еще сделаем этот тип данных обязательным. То есть, что это означает? До тех пор, пока все вот эти аргументы, которые обозначены обязательными, не будут введены, нам система запретит обработку данных. Она будет нас спросить каждый раз эти данные указать, потому что они обязательные. Аргумент не может быть нул, проще говоря. То есть, если у нас есть метод, который принимает какие-то аргументы, этот аргумент обязательно, он не может быть пустой. Для этого мы, опять же, укажем кодовую фразу, которая должна нас спросить об этом, когда там он был у нас рожден. Так, when was it born? И попытаемся расширить функциональность. Опять же, берем отсюда оригин. Сохранимся. Ну что, попробуем опять? When was it born? I also like a cat and it was born on the 19th of April 2018. Что здесь интересно? Интересно то, что нам не обязательно в таком формате, в каком мы вводили 11 мая, вводить данные даты вот здесь. Мы можем написать today, tomorrow, yesterday и все будет замечательно распарсено. То есть, тип данных Sys может содержать не только какие-то конкретные даты, но еще и такие фразы. Поэтому, в случае необходимости, не надо изобретать велосипед. Всегда старайтесь пользоваться стандартными типами данных для стандартных задач. Это резко упростит вам жизнь. Вот. Теперь давайте перейдем к контексту. Предположим, что на выходе нашего интента у нас будет контекст, который будет называться HaveAnimal. Название может быть в общем-то произвольное. Что здесь для нас важно? Для нас важна вот эта волшебная цифра 5. Эта волшебная цифра 5 означает не что иное, как время жизни контекста. По умолчанию время жизни контекста составляет 5 минут. И если мы с вами будем дальше продолжать общаться про котов, эти 5 минут будут каждый раз обновляться. Но если мы после 5 минут перестанем общаться про котов, будем общаться про пиццу, время жизни собственно и пройдет и контекст будет потерян. Для прочего примера у моего знакомого время жизни контекст равно нулю. Всегда. И оно нередактируемое. А вот. Сохранимся. Добавим еще один интент. Предположим, в качестве входного контекста у него будет все тот же самый контекст. Что-что? Ах ты ж, спасибо большое. Так, так, так. И вот, у нас входной контекст будет такой же самый, как предыдущий выходной. Новый контекст мы не будем продлевать. Допустим, на этом мы закончим. Допустим, фраза у нас будет tell me more. Вот. И, допустим, ответ у нас будет пик. Ну, там решетка, да. Из контекста мы возьмем животного. Так. Ну, вроде все, да. Born вроде не сжечь. Ну, сжечь это еще куда не шло. А вот когда Гайс пишешь неправильно, оно печально бывает, очень сильно. Что мы папки объявили, походу. Я просто боюсь, чтобы не обчитаться еще раз. When was it born? Ну, пусть будет yesterday. I also like a dog, and it was born on the 18th of April 2018. Теперь я надеюсь, оно заработает, когда я напишу please tell me more. I have a dog, and it was born on the 18th of April 2018. То есть, что здесь произошло? Я же не... Я сказал, please tell me more. И оно понимает, что tell me more не о чем-то, а о... а с его собаке, о которой мы общались до этого. То есть, он удерживает контекст, он понимает, в контексте чего был разговор. Теоретически, если мы подождем 5 минут, чего мы делать не будем, и попробуем повторить эту же фразу, он уже скажет, я не понимаю, о чем ты говоришь, потому что контекст потерся, я не помню, о чем мы говорили, и все. Вот такие дела. То есть, что для нас здесь сейчас важно? Для нас важно, чтобы мы понимали концепцию интента. Это некий контейнер, задача которого активироваться по кодовой фразе, задача которого распарсить нашу фразу с целью изъятия из него потенциальные аргументы нашего будущего запроса и отослать запрос. Вот. Вот что такое для нас интент. Что такое entity? Это тип данных, который может, значение которого могут находиться в нашем запросе. Можно создавать entity руками, можно использовать системные. Лучше использовать системные для стандартных задач и не изобретать велосипед, сэкономить время и тому подобное. Контекст. В рамках этого контекста, если мы будем продолжать обработку данных, мы можем данные из этого контекста извлекать. Для пользователя это выглядит так, как будто бы приложение запомнило, о чем мы говорили с ним до этого. И самый последний вариант не надо делать очи пяток, иначе будет печально и смешно. Перейдем теперь из задумчивого человека дальше и поговорим по поводу бэкэнда. Бэкэнда у нас не будет, как такового. Вместо этого мы будем использовать Firebase. Firebase вообще это огромная тема, она бездонная, бесконечная, о ней можно говорить долго и всегда и про Cloud Functions, и про Real Time Database, и вообще про все-все-все-все-все. Поэтому мы говорить о них не будем. Я просто скажу о том, что мы будем использовать Firebase Cloud Function для того, чтобы обрабатывать те запросы, которые мы будем получать от нашего Dialog Flow. То есть, по сути, вот тот экшен, который может обработать вот эти энтити, вот эти аргументы, он у нас будет реализован в виде удаленной функции, развернутой в облаке, которая не содержит состояния, получая на вход аргументы и какие-то респонзы выдает нам на гора. Ну и Firebase Real Time Database мы будем использовать чуть дальше в приложении, которое для букинга. То есть, у нас все данные по пациентам, по возможности забронироваться, все это содержится в этой базе данных. Вот. Для начала пару слайдов. Что и как. После того, как мы авторизировались, мы с вами сделаем и проинициализируем наше будущее приложение, которое будет работать и которое должно деплоиться куда-то нам в облако. Вот. Собственно говоря, после чего мы, где мы сначала выбираем, к какому проекту мы его подцепим, выбираем язык, на котором мы будем это делать. Я не знаю ни одного из этих языков, поэтому, если что, кодим как умеем. Вот. И, собственно говоря, после этого будет профит, теоретически. Теперь попробуем сделать это же самое на практике. Опять же, если с Firebase уже кто-то работал и он знает, что я делаю что-то не так, смело кидать в меня тапок и говори, делаешь не так. Это поможет сэкономить на время. Вот. И заодно будет какой-то хоть entertainment. Так. Давайте откроем нашу чудную консольку. Перейдем в workspace. Или не перейдем. Не забыл, как называется, да? Ассистем. Так. Ну что, пронициализируемся. Вроде functions, а не functions. Да, вроде даже угадал. Вот. Выбираем. Да. Интересно. Ну хорошо, давайте выберем язык. Давайте нам ELint не нужен. Давайте пусть резолвить в зависимости. Ну, один момент. Я, может, не удалил предыдущую версию. И это нам сейчас может помешать. Но когда ты по 100 раз это все прогоняешь, возникают такие ситуации непредвиденные. Да, к сожалению, так и есть. Давайте я это все почищу. Вот. Нажму вот здесь вот Ctrl Z. Еще раз запущу вот это. Выберем наш Booking Health проект. Выберем наш JavaScript. Нам, опять же, не надо этот ELint, который нам жизнь только усложнит. Пусть dependency он нам прорезолвит. Ой. Ой. Ну, будем надеяться, что это нам сильно не помешает. Потому что оно матюкается. Не могу найти модуль ELint. Не могу задепловать функцию. Будем надеяться, что это минует нас. Да, 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 да. Я знаю. Я уже, да, хлебнул, конечно. Так, ну что. Давайте его откроем в AppStorm'е, чтобы нам проще было. Что здесь у нас? У нас здесь пустой проектик с какими-то его зависимостями. Вот. Для того, чтобы код руками не набирать, перенесу, чтобы на время сэкономить. Ну, промахнул. Так, обновилось. Посмотрим на наши зависимости. Сразу вам честно признаюсь, зависимости здесь не самые последние. К примеру, у Actions on Google уже есть версии 2, а у меня все еще один. В Firebase Admin уже есть 5.12. Вроде в Firebase Functions есть уже версии 1.2, даже честно говоря. Но проект этот я делал в феврале месяце и, честно говоря, мне совсем не улыбалось интересоваться, будет ли оно работать, если сейчас с нуля обновлю зависимости перед докладом. Поэтому я решил оставить, как есть. Просьба сильно отнестись с пониманием, честно говоря, к такому поступку. Что здесь у нас происходит по коду? По коду мы берем, пытаемся обработать, вот здесь вот указываем название того экшена, задача которого будет обработать наш запрос. Да, можно. Я говорил, садитесь ближе, но вы не захотели. Сзади лучше видно стало? Отлично. То есть, что здесь происходит? Здесь нами указан Action, задача которого будет обработать параметры, которые мы будем передавать. В данном случае для этого примера никаких параметров не будет. Дальше, когда там будет booking, там уже будут и параметры. То есть, указываем название экшена, указываем, чего там параметры будут, не будут и формируем ответ. В данном случае у нас response будет аж из одного текста состоять, который называется response from fulfillment. Это больше ничего не делает. Вот. Так. Вот, собственно говоря, что по коду происходит. Давайте попробуем это задеплоить и глянуть, что из этого получится, если получится, конечно. Если линд нам злобно не помешает. Попробуем зарезолвить зависимость, если повезет опять же. Если, кстати, не заработает, то ничего страшного. Я уже деплоил просто эту функцию. Там что-то должно быть. Что-то должно даже работать. Так, отлично. Как там оно? Пробуем истории поискать. Если найдем, конечно. Эх, не судьба. Давайте проголосуем. Я могу сделать то же самое. Вот. А могу просто уже подключить, потому что у меня задеплоенная версия есть. Кто за то, чтобы начать то же самое и потратить время? Поднимите руки. Никто? Очень. Отлично. Что у меня здесь есть? Если мы перейдем в наш Firebase, то я уже деплоил просто функцию Booking Health. Вот. Можно посмотреть, в журнале, что должно приходить. Вот. В прошлый раз она у меня отвечала хоу, хоу, хоу. Вот. И попробуем теперь сделать интент, задача которого обрабатывать, ну, в общем, отреагировать на какие-то фразы, передавать управление за деплоенную функцию. Так. Называться, пускай он у нас будет, опять же, какой-нибудь Fulfillment Intent. Так, не тестовая фраза, пускай будет тест. Что-то должно было сломаться. Хорошо, что сломалось. Дай бог, что последнее, что сломалось. Так. Не забудем указать сюда Action, который должен быть. А Action у нас Fulfillment. Не забудем поставить птичку здесь вот, что Enable Webhook Fulfillment. Сохраним. Дальше вот здесь вот не забудем указать Enable Fulfillment и не забудем указать Endpoint, который должен, по которому будет вызываться наша Cloud Function. Вот. Без этого тоже, соответственно, оно работать не будет. Так. Что произошло? Все хорошо. Ну, нажмем Save на всякий случай. Enable, Enable, Webhook указан, указан. Проверим еще раз наш Fulfillment Intent. Test Fulfillment указан, указан. Enable есть, есть. Мы проверим. Если сейчас не добавится, то ответит. Вот она и ответила. То есть, та же самая фраза, которую я в коде делал, на самом деле, код был, собственно говоря, точно самый такой же, только вместо response from Fulfillment, там у меня было ho, ho, ho. Идея была в том, что сначала он ответит вот так, а потом с целью проверить, мы поменяем текст, но мы этого не можем, ну, не задеплоиваем просто. И оно ответило, ho, ho, ho. Мы эту фразу, мы этот этап пропустим с вами. То есть, что для нас здесь важно? Важно то, что есть интент, который способен передавать удаленные функции, ну, грубо говоря, удаленному методу, который называется Test Fulfillment, какие-то значения. Этот метод теоретически может их обработать, сформировать response и прислать сюда. В данном случае он ничего не принимает, он просто за харкоженную строку возвращает, ho, ho, ho. Вот. То есть, это тот момент, который мне хотелось, чтобы выяснили. У нас есть возможность обрабатывать запросы на естественном языке, у нас есть возможность выцеплять из них аргументы, у нас есть возможность передавать их на удаленный бэкэнд, у нас есть возможность их там обрабатывать, у нас есть возможность отвечать, вот, и у нас есть возможность, собственно говоря, показывать. Вот. Теперь перейдем плавно к той задаче, которую, собственно говоря, я и попытался решить для того, чтобы показать, что вообще можно делать. То есть, теоретическое вступление немножко в практике закончилось, теперь начнется немножко другой вариант все началось год назад когда наша команда разрабатывала медицинское приложение для великобритании вот и в рамках этого приложения была возможность у пользователя забукать посещение у врача ну вообще у терапевта там эта работа следующим образом вы не можете просто прийти в больницу для какому-то специалисту вы должны сначала прийти к терапевту назначить у него посещение терапевт посмотрит чувак у тебя пятки нету только после этого он пишет вам направление вы пойдете в нужную больницу вот где вы уже за деньги вам вставят искусственную пятку вот посещению у терапевта бесплатно посещению специалистов вставляющего пятки платно а вот и собственно для того чтобы вы могли бы назначить посещение у этого терапевта вы сначала выбирайте тип чего у вас там может болеть в опять же видно вам слабо здесь вот например общие проблемы там диабет еще какая-то там телефонная консультация вот выбирайте тип проблемы после чего вы выбираете подразделение в котором вас могут обслужить потому что примеру если у вас проблемы зубами то не в каждом подразделении есть томатологический кабинет где вас могут обслужить надо фильтровать теперь все возможные отделения по предоставляемым услугам после чего вы выбираете врача то есть time slot выбираете день у вас есть список врачей выбрав time slot которого вы хотите например у него назначить посещение и дальше опциональный экран который показывает причину по которой вы хотите посетить врача то есть пример вы здесь можете указать пятки нет вот причина посещения врача пятки нет вот смотрим итог подтверждаем если все хорошо после подтверждения наслаждаемся информация о том что в такого-то числа у такого-то врача мы запланировали посещение по причине пятки нет вот перейдем к тому как это будем реализовывать опять же если верить документации google а когда вы делаете action application они говорят не надо делать никаких диаграмм сложных ничего алгоритмов если вы хотите диалог свой изложить виде каких-то блок схемок надо этого делать надо сделать сначала вот так вот спроектировать ваш интерфейс виде диалогового какого-то какого-то диалога и только после этого вы перед приложите это на какую-то диаграмму перехода в состоянии еще чего-то ну я не знаю давайте попробуем так и сделать как написано мануалы прочитали делаем по мануалам вот у нас наш конверсейшн для букинга посещению врача то есть назвали наше приложение запустили наше приложение это за это отвечает google ассистент после чего включается в работу наш букин хелс адский букинг и он там ходовая фраза там привет хорошо себя чувствуешь и надеюсь хочешь забукать себе новое посещение да хочу забукать новое посещение отлично выбери тип который ты хочешь назначить там допустим проблему у тебя зубами еще с чем-то нет я диабетич но очень хорошо ты диабетик смотри я нашего для себя есть несколько практик которые могут тебя вслужить выбери нужную практику выбрали нужную практику здорово а теперь смотри я в этой практике нашел 100 500 врачей которые могут тебе помочь Traising deal выбери нужного врача с нужным временем и все будет у тебя хорошо отлично выбрали нужного врача с нужным временем здорово надо ли тебе какой-то reason по причине чего ты идешь там что там с пяткой может чутор не дай бог вот контекстом Мы же помним, наверное. Да, надо добавить. Отлично, назови, короче говоря, причину. Головная боль в этот раз, не повезло. Все здорово, вот смотри, подтвержди, что ты хочешь у этого врача вот в это время, вот в этом отделении по причине того, что у тебя головная боль, назначить посещение. Хочешь забукать мне эту штуку для тебя или не забукать? Забукай. Отлично, я забукал, все хорошо, возвращайся. Если, например, не забукал, что-что? Терпеть. Только терпеть. Только терапевт может сказать, у вас пятки нету, или все хорошо на самом-то деле. Вот, так вот. Вот, собственно говоря, вот такой вот сценарий, опять же, сценарий очень простой. Он только положительный. Если что-то пошло нештатно, не повезло. Если вы хотите что-то отменить, только в конце. Если вы хотите что-то отредактировать, не повезло. То есть изначально взял только один положительный сценарий для того, чтобы проверить, а что вообще получится из этого всего. Насколько проще будет, насколько вообще просто будет перенести 4-5 экранов в виде какой-то реализации ассистента. Что вообще из этого получится и получится ли вообще. Получилось вот что. А если добавить еще fulfillment, то получилось вот что. Вам наверняка ничего не будет видно, поэтому я специально открою эту диаграмму отдельно, где мы попытаемся с вами пройтись по всем этим состояниям. Сейчас я туда и перескочу. Опять же, если что, не печальтесь, доступ к этим самым, скажите, я скажу, к исходникам он есть. И в этих исходниках на ГИТе эта же самая диаграмма. Вы когда по ней тыснете и перейдете в детали, то вам оно будет видней. То есть что здесь у нас будет в проекте происходить? У нас в проекте будет запуститься наш дефолтовый интент и контекст запустится initial work. В контексте initial work мы спросим человека, хочешь забукать новый appointment или не хочешь. Если хочешь, то запустится у нас intent start booking flow. Если не хочешь, то запустится intent не хочешь, соответственно. И конец. Ну, неадекватен. Бывает. Я подумаю об этом. Да, интересная идея. Итак, запускается intent booking flow. Этот intent booking flow у нас запускается, спрашивает у пользователя да, нет, нет, да. После чего дергает метод start booking flow. Задача этого метода, соответственно, взять все доступные типы данных из нашей real-time database и отослать эти типы данных в виде suggestions. Пожалуйста, выбери, какие вообще проблемы ты хочешь решить. Я поддержу только такие типы, например, там, dentistry, диабетик и general, там, общие проблемы. Пользователь выбирает у нас тот тип, который он хочет, чтобы мы его посмотрели, там, по поводу пятки. У нас активируется intent, который говорит, что тип выбран. Принимает значение того типа, который я выбрал, вызывает метод тип выбран, сохраняет это значение куда-то себе. Теперь она помнит, что у нас тип, допустим, general, поэтому типу general надо извлечь все доступные бренчи, которые поддерживают этот сервис. И так далее и тому подобное. И, в общем-то, вот так оно, ничего космического здесь нет. То есть, интенты, переходы между интентами, контексты, которые отвечают за то, на чем мы сейчас разговариваем, запросы к базе и какие-то методы, которые эти запросы обрабатывают. Если ты хочешь, допустим, этот самый, выбрать себе reason, то reason выбираешь. Если reason не надо, то reason как бы не надо. А дальше есть два варианта. Либо забукать appointment, либо не забукивать appointment. То есть, вот такая вот архитектура. Опять же, вы это все сможете посмотреть. Вот здесь есть исходники. Вы можете все это развернуть. Тут есть дамп базы, тут есть дамп dialogue flow со всеми его интентами, реквестами и тому подобное. Исходники, соответственно, Cloud Function здесь есть, архитектура чего сделана. Опять же, тут вроде все должно быть вам более-менее понятно будет. Так, эту штуку я закрываю. Давайте посмотрим, что вообще у нас получилось. Опять же, затаим дыхание. Как всегда, все может пойти не так в любой момент. Для начала, ладно. Посмотрим, что у нас находится в нашей базе. В нашей базе, в базе в нашей, у нас есть какие-то типы. Вот. У нас по этим типам есть, соответственно, подразделения. С этими подразделениями у нас проассоциированы какие-то адреса этих подразделений. Что вообще мы можем посмотреть, там, адрес, куда нам идти. У нас есть доступное время. По этим доступным временам у нас есть врачи. То есть, вот такая у нас структура. После того, как мы забукали appointment, то у нас в секции appointment добавится новый appointment. То есть, сейчас уже там три забуканных есть, еще один новый добавится. Давайте посмотрим, что и как у нас происходит. Запустим наше приложение. Будем считать, что звук не отвалился. Да, я хочу забукать новый appointment. Итак, вот здесь у нас ответ с советами. То есть, ask with suggestions, то, о чем я и говорил. Вы можете выбрать один из... Смотрите, в данной конкретной реализации у меня есть только yes, по-моему, yep, окей, да, как вы говорите. Но, если мы... Давайте так, я до конца договорю. Реализация на самом деле не очень интересная. Почему? В конце я хочу сказать, что не надо делать так, как я сделал. В том плане, что если вы хотите перемапить полностью ваш мобильный UI на такого бота, он получается немного своеобразным. Потому что, ну, так conversation не надо делать. Вместо этого лучше сразу сказать пользователю, пользователь, что у тебя случилось? Болит пятка? Отлично. Хочешь забукать у врача? У такого-то, у такого-то, в такое-то время. Сейчас я проверю, есть ли он. Если есть, я тебе скажу. А если нет, я тебе скажу, что его нет и так далее и тому подобное. То есть, вот сейчас мобильный интерфейс просто перенесен на бота. Функциональность, она рабочая, она будет работать, все будет хорошо. Но она выглядит немножко weird. Да, weird, да. Необычно, странно. Вместо этого приложение лучше проектировать иначе и отталкиваться от другого опыта. И не пытаться перенести ваше мобильный флоу на ассистентов или ботов, а проектировать с нуля и по другому принципу. Да, давайте. В данном случае, если вы ответите no, то оно отменит вообще... Тогда запустится дефолтовый интент, который не может... Задача которого, кстати, я ничего не понимаю, и скажет, ой, что происходит. Вот так это будет работать. Да. Можно. Все можно. Было бы желание. Опять же, здесь реализован самый простейший сценарий. Все должно быть сделано так, как вы говорите. Перенаправлять, если я не выбрал нужный тип, то перенаправлять еще в какое-то состояние. Если врачи заняты, перенаправлять к другим врачам. Дать возможность редактировать. Ничего сейчас этого нет. Но все это должно быть. Все надо делать правильно. Тем не менее, задача этого прототипа показать, что мобильный флоу спокойно переносится на бот. Как-то это даже будет работать. Опять же, исходники расшарены. Делайте клон проекта, вносите правки, получайте профит. Рассказывайте мне, я краду себе и говорю, что это я сделал. Если, конечно, работает. Да, все верно. Так, выбираем тип. Here we have several branches available. Let's go and pick one. Вот здесь респонс, о котором я говорил. Это так называемый список. Вот здесь вот в списке мы показываем все доступные подразделения. Фотки, на самом деле, не соответствуют правде, но не важно. Адреса. И вы можете выбрать одно из этих подразделений. Если у вас будет умная колонка, вы огорчитесь. Если у вас будет фейсбуковый чат, вы, скорее всего, огорчитесь. Потому что это классно, здорово, работая только в UI-ной реализации Google Ассистента. Давайте выберем подразделение. Еще один тип респонса, который называется «Карусель». В общем-то, для таких же самых задач, но только скроллится, соответственно, влево-вправо. Будет умная колонка – огорчитесь. Будет фейсбук чат – 100% огорчитесь. Вы можете… здесь верстка может быть кастомная. Можно. Более того, вы когда нажмете, вы даже можете, если у вас в Android-приложении это все крутится, с помощью… перейти в какую-то аппликуху, которая будет отвечать за эту функциональность. Например, здесь может быть карта. Вы запустите приложение «Карта» таким образом, где пин будет поставлен по этому адресу, например. То есть все можно сделать. Только вопрос того, сколько надо потратить времени и разобраться. Надо читать документацию. Без этого не получится. Примеров каких-то толковых маловато. Надо читать доку. Надо курить мануалы. Давайте, кто на вас больше смотрит? Голосуем. Восьмой. Все, отлично. Какую он нашел в интернете, такую поставил. Окей, there's one more thing left. The appointment reason could help you, practitioner. Would you like to add a reason for your appointment? Yes, I would. Окей, tell me, please, a few words about your visiting reasons. So, you are going to book appointment in Best Western Chiswick Palace at May 11, 2018, 1.20pm. Your practitioner will be Dr. Diana Craning, and your reason is, problems. Should I book this appointment? You have your appointment booked. Please, don't hesitate to book another one if needed. Enjoy your day. И вот у нас в базе создалась запись, еще одна четвертая, которая, по-моему, верхняя, должна быть наша последняя. Нет, значит, вот эта, наверное. Вот, надеюсь, это она. То есть, вот в этом вот месте, у этого врача, в такую-то дату, с такой-то проблемой, я добавил себе appointment. Опять же, чего еще можно сюда добавить для большей функциональности? Добавить в календарь было бы тоже неплохо, и оно способно добавлять в календарь. Только для этого необходимо выполнить, конечно, авторизацию, что отдельная головная боль, но оно будет работать. Добавить редактирование, без этого никуда. Добавить проверку, доступны ли таймслоты, пока вы что-то выбирали. То есть, все это надо расширять и изменять. По-другому построить начальный интерфейс. То есть, сразу пусть пользователь, он уже наверняка знает, наверное, кому-кому врачу он хочет ходить. Это обычно уже вопрос привычки. Он сразу может сказать, время, которое для него доступно, моя задача только проверить, что это возможно. Что есть по этому времени доступный врач. Если нет, предложить варианты. Такой интерфейс был бы намного юзабильнее, мне кажется, что ли. Что еще хотелось бы отметить. Честно говоря, по поводу Dialogflow есть один момент, который мне непонятен. Вот, опять же, вот все наши интенты в этом проекте. Как организовать командную работу. У нас, например, был такой опыт, когда мы экспортили себе Dialogflow. Каждый вносил себе туда, в этот заэкспорченный Dialogflow, какие-то изменения. И тогда это все ложилось под гид. Тогда какие-то мои криворукие изменения, которые бы pull request не прошли, не сломали бы работу. Выглядит это отвратительно. Как сделать правильно, как сделать так, чтобы командная работа была построена по принципу, никто не сломает друг другу работу, я не знаю, честно говоря. Возможно, было бы неплохо, если бы помимо UI на части у Dialogflow была возможность кодом все это писать. И тогда бы этот код под гидом лежал. Как-то вот так. Вот это я такой момент тоже для себя отметил. В общем-то, в принципе, у меня все. То есть, по большому счету, видно, как можно мобильный флоу переложить на бот и ассистент. Видно, что выглядит это не очень по-человечески. И видно, что, прежде чем, если вы хотите решить задачу, вы должны исходить из того, что задача еще не решена. А не пытаться применить к ней какое-то решение, которое у вас уже есть. И надеяться, что на то, что все будет хорошо выглядеть. Вот. Что важно понимать? Важно понимать, что это приложение, которое вы написали, которое крутится в экосистеме Google Assistant, которое называется Action, оно может выполнять роль бота в любом другом чате, который работает по принципу обработки запроса на естественном языке. Вот это те важные моменты, которые хотелось бы мне отметить, честно говоря. Вот. На этом у меня все. Смотрите, исходники все лежат вот здесь. Вот. Вы можете себе отсканить. И это самое. Документация. Ну, я ее добавил просто так, чтобы как бы список литературы. Для вас, наверное, самое главное вот это. Сейчас я переключусь сюда, потому что отдельные благодарности человеку, который ревьюю мой код, потому что я не JavaScript разработчик. Если вы посмотрите исходники и вам ничего-то не понравится, виноват не я, виноват вот этот человек. Потому что я кожу как умею. И спасибо отдельно моему преподавателю английского языка, потому что те фразы, которые сейчас приложение говорит и пытается как-то походить на человека, это исключительно ее заслуга, потому что без ее вмешательства оно было бы еще хуже, чем оно есть сейчас. За что отдельное большое спасибо. Вот. Теперь я опять переключился на ресурсы. Будет? Будет. Презентация будет расшарена, чтобы не фотографировать. Вот. На этой оптимистичной ноте у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, я попытаюсь на них ответить, как смогу. Сейчас, секундочку с микрофоном. Учитывайте, оно работает, я не знаю, как оно работает, это важно. Есть такой вопрос, вы сказали о том, что можно создавать кастомные карточки, да, можно пример хотя бы, ну не пример, а хотя бы расскажите, в какую сторону копать, как это можно сделать. Да, это копать в сторону JavaScript и HTML, как это не печально. То есть по большому счету оно слабо отличается от web разработки. И вот здесь вот, если вы посмотрите на Actions on Google, в этом ресурсе, там есть секция response, в этой секции response все респонсы, включая карусели, там есть возможность посмотреть, как сделать кастомные карточки. Вроде бы там оно было. Если там этого нету, приходите сюда, находите меня и говорите, лжец это. И все. Нет, смотрите, ну, как вы сделаете на самом-то деле? Вам никто не мешает, да, действительно, прямо в респонсе туда сделать какой-то HTML сверстанный, но мне кажется, лучше все-таки, наверное, какой-то шаблонизатор, наверное, подключить и как-то результат этого шаблонизатора там в респонсе возвращать. Я этого не проверял, это мои догадки. Если честно, я буду рад, если вы это проверите, и мне в личку напишите и скажете, чувак, все работает. И я такой, хух. Конечно. Подскажите, пожалуйста, допустим, имена распарсить еще как-то можно, да, там сделать этот список имен, а с фамилиями как работает диалог Flow? Ну, системного какого-то типа для фамилии нету. Вот. Смотрите, если честно, то вот как я сделал с причиной. Есть системный тип, по-моему, AnyType, или я вру, или это в AmazonLexy AnyType, а здесь есть, по-моему, композитор, который может быть любым. И такой есть костыль, по сути. То есть я сказал Reason, он по типу композитор, там может быть любой текст. И уже на мою голову ложится обработать, что вот это, вот в этом месте, если мне приходит по типу композитора, то, скорее всего, это фамилия. В моем случае это Response. В моем случае это Reason. Вот. Сделано кривовато, честно вам признаюсь. Возможно, можно сделать как-то иначе. Но поскольку я не думаю, что вы будете перечислять все возможные фамилии, вот. Сегодня, сегодня, вот видите, там cats, если в конце добавить s, оно все равно его распарсило. Я думаю, что если вы поставите корни фамилий, это, возможно, поможет вам. Потому что хотя бы частично. Или так, да, вот. Или вот так вот можно сделать. Как вариант, на самом-то деле. Антон, у меня еще есть вопрос. Вот ты рассказывал о том, что, собственно, использование этой технологии было на каком-то из предыдущих проектов. Да, и остался ли… Я этого не говорил. А остался ли клиент доволен результатами? Я этого не говорил. Я сказал, что на прошлом проекте мы писали Android-приложение, которое реализовывал этот функционал. Остался ли доволен клиент? Я не знаю. Вот. Вот эта информация секретная. Я не могу ответить на этот вопрос. Попытки продать клиенту параллельно еще реализацию бота, который бы выполнял частично функции мобильного приложения, успехом не увенчались. Причина, по которой успехом не увенчались, мне неизвестна. Мы то ли не продали этот кейс, потому что клиенту все-таки мы не понравились, то ли потому что мы этот кейс продали неправильно. Я не знаю. Пожалуйста. В повседневной жизни как-то используешь ассистент, я не знаю, какие-то голосовые приложинки, может, свои или чужие? Когда я куплю себе Nexus 2, ой, Nexus Pixel 2, я буду его использовать, потому что сейчас у меня телефон сдох, сломался, я его не использую. А на примете для чего, например? Ну, смотри, первостепенная задача, вот если мы говорим о том, как я им пользуюсь. Опять же, я не идеал, не эталон, у меня есть умная колонка, там я не просто музыку слушаю, там я и новости пытаюсь посмотреть. И вот если докуплю еще какую-то систему нового дома, буду лампочки, которые перегорают в ванной переключать. Если мы говорим о Google Ассистенте, который будет стоять у меня на приложении, а он там будет стоять, я пока не знаю, честно говоря. Возможно, я ограничусь только редактированием каких-то моих контактов и записей. Возможно, я, поскольку мне эта тема интересна, я в любом случае буду экспериментировать, написать там приложение, которое будет там у Крызалезныцей покупать билеты. Но это чисто мои эксперименты. То есть для меня, в первую очередь, оно интересно как для экспериментатора. С точки зрения использования, вот у меня умная колонка, я пользуюсь ассистентом только на ее борту. Когда появится телефон у меня, я скажу, чем еще я буду пользоваться. Это, наверное, самый такой популярный кейс для умной колонки. Нет, самый популярный кейс, это моя жена делает прекрасные торты с помощью этой штуки. Там так интересно получается, ты говоришь, хочу испечь торт. Она говорит, вот этот подойдет, подойдет. И дальше она говорит, вам надо вот это, вот это и вот это. Отлично. Добавьте яйца в муку, когда добавите, скажите, что я это сделал. И так дальше, и так дальше. Мы так сделали паски на паску, в общем-то, неплохо получилось. Держи, да, все сейчас? На данный момент поддерживается язык только английский. Возможно, это одна из причин. Но опять же, когда я был в Кракове на GDD, на ихнем, я спрашивал, ребята, можно вообще, я в Украине хочу купить, не могу купить. И почему у меня недоступно вообще Google Ассистент в маркете, когда я в Украине нахожусь? Их ответ вроде как был следующий. Что поскольку с языками сейчас проблема, эти продукты мы не продаем на ваш рынок, потому что с локализацией пока паршиво. Вот. Да, что? Сейчас один момент, я доотвечаю, а потом. Я точно знаю, вот смотрите, вот здесь вот, вот здесь вот, если мы перейдем в консольку, вы можете добавить дополнительный язык. То есть Dialogflow должен обрабатывать другие языки. Я видел примеры, сам я ими не пользовался. Локализация поддерживается вплоть до того, что вы даже можете попытаться выбрать, допустим, английский с Великобритании. Ой, его промахнулся, да? United Kingdom. Вплоть до того, что произношение даже должно поменяться. Не знаю, поменяется или нет. У меня всегда с произношением. Окей, let's get the test version of Booking Healthy. Hello. Вот. То есть, языки платформа поддерживает. Произношение платформа поддерживает. Насколько хорошо работа с русским и украинским, я не знаю. Я знаю, что одна из причин, почему у нас нету Google Home пока, это то, что локализация пока печальна. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос? Я хотел добавить, что, вот, насколько я читал, что поддержка русского языка в этом году должна добавиться для Google Ассистента. Поэтому, возможно, заработаете на этой платформе. Вот тут коллега подсказывает, что даже бетка есть с хаками. Google Ассистент для лайтовой версии Андроида. И там при первом запуске один раз можно запустить его на русском языке. Он будет работать ужасно криво, но работать будет. Это лиха беда начала. Как говорил мой ведущий инженер на моей первой работе, он всегда говорил, а вы первый Xerox вообще видели? Нет? Ну вот погуглите, посмотрите. А сейчас вот такой. Так что лиха беда начала. Я думаю, что на Google Айоне уже его выкатят. Я тоже так думаю. Я, честно говоря, в этом почти уверен, если честно. Не зря же они вторую версию как раз подгрузились. Это уже близко. Так, еще какие-то у кого-то вопросы? Я сразу задам вопрос. Можно вызывать какие-то приложеньки, типа, например, там, Google включи фонарик, и он такой пойдет, и ассистент запустит приложение фонарик. Ну, я не знаю, честно говоря, потому что у вас обработка находится в облаке. Я не уверен, что… Во-первых, если посмотреть экшн с SDK, то возможности управлять какими-то, не знаю, железом или системными вызовами операционной системы я там не нашел. Тем не менее, с учетом того, что по клика, по карточка вы можете вызывать другие приложения, возможно, какие-то возможности есть. Я не копал. Я не буду вам врать, я не знаю, но я почему-то думаю, что задачу решить можно. Вот, да, диплинт. Но все равно вы будете использовать, наверное, какую-то стороннюю пликуху. Вы не будете прямо из какой-то облачной функции включать у себя фонарик, правильно? А вот из облачной функции включить фонарик у меня в ванной можно. Вот. Через Android Things. Так, наверное, еще будут вопросы? Окей, тогда предлагаю поблагодарить Антона. И у нас традиционный сертификат тебе в коллекции, такая штука наверняка у тебя нет. Окей, спасибо всем огромное за участие. Тебе, Антон, спасибо. Да, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok